Святой Пророк Аввакум Память 15 декабря по новому стилю Святой Пророк Аввакум был сын Асофата и происходил из колена Семенова. Как повествует о нем святой эпифане Кипрске в своей книге о жизни пророков? По преданию, записанному святыми отцами, родиной Аввакума было небольшое селение Бецзахарь, иначе называемое Вифзахирь. Самое имя Аввакум, данное ему при рождении, предзнаменовало, что из него выйдет сильный духом подвижник. Придя в возраст совершенный, он ради славы имени Божья ревностно выступил на обличении беззаконий своего народа. Сам же он, говоря духом о Господе, строго соблюдал заповеди Божьи, твердо стоял на пути добродетелей и был удостоен от Господа дара пророческого. Аввакум пророчествовал и жил после царствования благочестивого иудейского царя Езыкии, когда на престоле царствовали нечестивые цари, Моносия, сын Езыкии, а потом Омон, сын Моносии. По свидетельству Священного Писания, в народе иудейском при Моносии были постоянные раздоры и злодействия. Сильный угнетал слабого и негде было искать суда справедливого. Сам царь Моносия был первым гонителем невинных. Он пролил весьма много невинной крови, так что наполнил ею Иерусалим от края и до края. По преданию, в числе невинных пострадал в это время и святой пророк Исаия, равно как пострадали многие другие обличители неправд и нечестия царя и народа. Впоследствии царь Моносия, наказанный Богом и взятый в плен осирийцами, раскаялся и обратился к истинному Богу. Но зло, посеянное им, пустило уже глубокие корни среди народа еврейского. Моносия же наследовал нечестивый сын Амон, подобно отцу своему, преданный грубому идолопоклонству. Пророк Аввакум глубоко скорбел о развращении своих современников. Не находя нигде правды, он изливал свою скорбь, взывая к Господу. — Да коли, Господи, я буду взывать, и ты не слышишь меня? Буду вопиять о насилии, и ты не спасаешь. Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие, грабительство и насилие предо мною, и восстает вражда, и поднимается раздор. От этого закон потерял силу, и суда правильного нет. Так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит преобратный. Так взывал пророк ко Господу, видя беззаконие людские, ожидал праведного суда от самого Бога. В ответ на сие Господь возвестил своему избраннику, что скоро должно наступить наказание за всеобщее нечестие. По повелению Божию пророк Аввакум предсказал евреям такое страшное событие, которому в его время даже трудно было поверить. Именно разрушение храма и самого Иерусалима и пленение вавилонское. Пророк ясно указал, что орудиями сего наказания Господь избрал халдеев — народ свирепый и необузданный, который быстро проходит по пространствам земли, чтобы завладеть чужими селениями. В трепетном ожидании грозного нашествия пророк Аввакум недоумевал — неужели праведный Господь попустит гордым и нечестивым халдеям совершенно истребить избранный народ свой. В надежде, что наказание будет временным, он ожидал нового откровения от Господа и в своем молитвенном ожидании был подобен стражу, зорко смотрящему вдаль с городской башни, чтобы возвестить о приближении врага. Он немедленно молил Господа спасти народ еврейский от рабства вавилонского, как некогда он спас его от рабства египетского и ждал, что возглаголит ему Господь. Тогда Господь открыл пророку своему, что все спасение избранного народа среди этих бедствий заключается в вере, а гордые необузданные халдеи сами должны будут испытать ту же участь, которую они приготовили побежденным народом. После того пророк Аввакум, чтобы не повернуть соотечественников в отчаяние от предстоящего им испытания от Бога, произнес притчу на погибель халдеев, возвестив пятикратное горе увнетателям. В этой притче он показал все ничтожество идолов и могущество халдеев пред величием Бога истинного, Бога, шествующего во спасение людей своих. Пророк во зарении свыше предвещал, что Бог грядет для спасения народа своего от горы, приосененные чаще порана, для спасения помазанного своего. И наступит такое время, когда вся земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море. Когда Навухадоносор подступал к Иерусалиму, то, по свидетельству предания, пророк Аввакум удалился из города, зная, что бедствие уже неотвратимо и что сопротивление столь сильному завоевателю будет бесполезно. Пророк с горестью оставил свое отечество, чтобы не видеть разорения его и избежать жестокости победителя. По указанию Божию Аввакум поселился в земле арабейской, в городе Острокинне и жил здесь добровольным изгнанником до самого удаления врагов из его отечества. По удалении их халдеев он возвратился в землю свою, оплакал бедствием ее и вместе с уцелевшими из народа стал заниматься земледелием. В молитве к Богу за народ свой ожидал он возвращения плененных из Вавилона. Однажды во время жатвы пророк сварил похлебку и, взяв хлеба, пошел в поле, чтобы отнести этот обед жнецам. Но на пути ему пристал ангел Господень и сказал «отнеси этот обед в Вавилон к Даниилу, в ровь львины». В это действительно время пророк Даниил, живший во дворе царя Вавилонского, по ненависти нечестивых вавилонян был вверхнут в львины ров. Ну а Вакум, не зная города Вавилона, отвечала ангелу «Господи, Вавилона я никогда не видал и рва львиного не знаю». Тогда ангел Господень сила и духа своего восхитил Аввакума и, подняв его за волосы, перенес в Вавилон и поставил прямо над рвом, куда вверхнут был Даниил. И возвал Аввакум. «Даниил, возьми обед, который Бог послал тебе». Даниил же возблагодарил Бога и сказал «вспомнил ты обо мне Боже и не оставил любящих тебя». Даниил поднялся и вкусил пищи. Ангел же Господень мгновенно поставил Аввакума на его прежнее место. После чудесного посещения Даниила пророк Аввакум возвратился к жнецам своим во время обеда их и никому не сказал о случившемся. Он проразумел, что народ иудейский возвращен будет Господом из Вавилона в Иерусалим, подобно тому, как совершилось чудесное перенесение его в Вавилон и возвращение оттуда. Но это испытание народа Божия длилось семьдесят лет и Аввакум не дожил до возвращения евреев из плена и умер в старости и погребен был с честью на собственном поле. Святой пророк Аввакум, Моли Бога о нас! Субтитры создавал DimaTorzok